Вероятно, где-то наверху есть все-таки что-то властное, большое и фантомное, которое оберегает Украину даже в условиях, когда по воле слабого умом электората в президенты страны выбран халдей и клинический идиот. Только этим можно объяснить то, что сейчас происходит в мировой экономике, особенно в ее нефтегазовом секторе, где стоимость нефти летит в пропасть, утягивая за собой экономику нашего многовекового врага, не оставляя ему ни времени, ни денег на развитие еще большей активности в отношении Украины. Официально можно сказать, что для РФИ наступают черные времена. Нефть по 25 баксов за бочку – это приговор стране бензоколонки. Это настолько ниже порога рентабельности, что пресловутая кубышка национального фонда, на которую так уповал пляшивый стерх, проедается с космической быстротой. Если тенденция сохранится, рубль уже в ближайшие дни пробьет отметку в 100 деревянных за 1 доллар. Он уже и так официально признан худшей валютой мира с начала года, но это еще не предел, поскольку до глубины экономического дна еще далеко. Не знаем, на что точно надеялась Балалайшная, отказываясь подписывать договор с ОПК о сокращении добычи нефти, но таких масштабов экономической ошибки давно никто не видел. Изначально было понятно, что саудиты просто потопят РФИ в своей нефти, но Путин и его кремлевская шобла, вероятно, надеялись на недолгую игру в дурачка, с расчетом на то, что столь низкая цена не будет никому выгодна. Но тут на мир обрушился коронавирус, который катастрофически снизил потребление топлива. Как говорится, двойной просчет и цена на нефть полетела в пропасть с практически нулевыми шансами вернуться в прежнюю ценовую парадигму во время повсеместного карантина в Европе, где в крупнейших мегаполисах на центральных улицах раньше было не протолкнуться от машины людей, а сейчас шаром покати. И это учитывайте, что мировой спрос на сырье только в самом начале падения, из-за сокращения авиаперевозок, остановки предприятий и карантина. А ведь ситуацию для российских нефтяников усугубляет еще и ценовая война с Саудовской Аравией, которая объявила о планах в полтора раза увеличить экспорт нефти и ввела для Европы беспрецедентную скидку 10-25 доллара на нефть марки Brent. Чтобы вы понимали масштаб балалайшной печали, скажем только, что нефть марки Urals никто банально не хочет покупать и отсутствие покупателей вынуждает трейдеров оставлять нефть в танкерах, превращая их в плавучие хранилища, где баррели будут ждать лучших времен. Сами понимаете, во сколько обходится простой танкера в день и что это также накладывает на российских нефтяных барыг определенные расходы. Авторитетные мировые СМИ говорят о том, что на этой неделе все тендеры на российскую жижу завершились безрезультатно. Для Украины такой расклад при нормальном президенте был бы поводом для ликования. Мы могли бы спокойно навязывать свою повестку в переговорах с бензоколонкой имея огромное преимущество. Но нет, у нас президент, который умеет только играть на рояле причиндалами. А в национальную политику играть он не умеет. Он у нас убил за неполный год экономику и ходит побираться к олигархам, прося милостыню на борьбу с коронавирусом, при этом избавляя их от налогов и прочее. В России же вообще полный аут, очереди в обменнике, повышение цен, полное непонимание того, что будет завтра, поскольку эпидемия уже на пороге. Напоследок нельзя обойти и вишенку на этот тортик российского нефтяного апокалипсиса в качестве новостей из Китая, который потихоньку выбирается из эпидемиологического кризиса и возобновляет производство. Вслед за Европой, где российская нефть уже не котируется у приличных покупателей, ее отказывается покупать и Китай, чья государственная нефтехимическая корпорация Сайнахэм, один из крупнейших потребителей нефти в мире, отказалась от закупок у Роснефти из-за санкций США. Так что, дорогие украинцы, бережем здоровье и соблюдаем карантин. Мы просто обязаны досмотреть эту нефтяную эпопею, не заразившись никакой зловредной болячкой до конца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!